И снова здравствуйте. Давайте сегодня посмотрим, что у нас появилось нового в сфере виджетов. Скажем так, именно сторонних виджетов. О просторах интернета появляются какие-то попытки создать новые виджеты. Они, значит, разрабатываются, дорабатываются, тестируются. Значит, хочу вас сразу предупредить на первых секундах, что мы виджеты не создаем. Мы даем вам только информацию, что появилось нового, или где это можно потом в дальнейшем найти. Итак, давайте сегодня попробуем, что у людей получилось с таким виджетом, как HD Киномир. Для тех, кто забыл, мы, значит, создаем новый проект. Генеральный проект. Озаглавим его. У нас HD Киномир. Ну, так бывает, ну, на всякий случай, так как это тестовый вариант, возможно, потом что-то изменится. Мы добавим здесь единичку, чтобы потом можно было уже изменить. И все. Вот у нас создался наш проект. Берем, значит, файлы этого виджета. И закидываем в проект. Закидываем в проект. Все, копируем туда. Вот у нас уже показало, что версия 3.0 Tizen применена в этом виджете. Теперь давайте скомпонуем его. Можно, в принципе, и не делать этого, потому что он автоматом все равно потом сделается в виджет файл. Сейчас завершится обработка. Все, обработка завершена. Ну, а теперь давайте посмотрим, что он у нас покажет в симуляторе. Вообще, запустится или не запустится. Run.is И открываем симулятор. Сейчас симулятор запустится. И вот, как видите, давайте посмотрим. Вот, давайте попробуем запустить. Как видите, не все кнопки работают. Но факт в том, что запускается. Да, перемотки нету. Там еще чего-то нету. Но запускается и работает. Видите? То есть, как-то так. Давайте сейчас попробуем закинуть его на телевизор. Значит, первоначально надо согласовать на телевизор. Посмотрим, как он сейчас включен. Чтоб не искать. Вот, значит, вот этот телевизор включен. Да, вот на этот телевизор мы будем закидывать. Правой кнопкой кликаем. Разрешение у нас есть на него. И закинем сейчас на телевизор данный проект. Тайзен веб-аппликативы. Вот внизу здесь. Пишет ошибка. Мы соглашаемся. Еще раз говорю, это не окончательная версия. То есть, мы не замораживаемся ни насчет никаких ошибок. И смотрим сейчас на телевизоре. Как видите, у нас установился виджет на телевизор. Картинка хорошая. Стоит он стабильно. Значит, это главная страница данного виджета. Вот вверху, видите, написано. HD киномир. Смотреть фильмы. Внизу видите поиск, категории, все жанры избранные. Но, как вы понимаете, как уже мы видели на симуляторе, что не все функции, вернее, почти все функции пока еще не настроены. Но есть надежда, что, значит, владельцы данного виджета все настроят. Вот видите, я пытаюсь нажать на кнопку информации, на кнопку, допустим, цветовую какую-то. Но ничего невозможно пока сделать. Перелистывание, допустим, значит, по фильмам, оно идет. Можно вверх-вниз, слева-право. То есть, скажем так, джойстиком идет перелистывание. Ну, значит, но пока не избранные, не жанры, как видите. Но и там, значит, где я брал этот виджет, там сказано было, что и перемотки тоже нету при просмотре. Вот давайте сейчас мы попробуем. Вот видите, описание фильма есть, то есть выскакивает. Можно уже что-то даже как-то пользоваться им. Допустим, если пробовать перемотка, там показано, что перемотка цифровая, то есть от 0 до 9, перемотка 10-90%, но тоже она не идет. И вот мы давайте попробуем запустить фильм. Пробуем перемотка, ничего, никакой реакции нету. Но есть надежда, что не остановятся на достигнутом разработчике данного виджета, так как, в принципе, виджет их не уже давно существует. Он многим известен, но, значит, наверное, они его доделают, доработают, и он будет хорошо функционировать на телевизорах в Стайзен. Давайте сейчас попробуем опять войти в этот виджет, потому что, как вы уже заметили, после выхода стрелочка возврата, значит, из фильма, по-другому я выйти не мог. Полностью, значит, произошел выход с виджета, и необходимо было по-новому войти, значит, виджет. И, значит, если желаем запустить фильм какой-то, можно его запустить и смотреть. Но обращаю внимание, что, значит, выход уже невозможен, то есть полностью, полностью выходит из виджета. То есть одно нажатие на стрелочку, заканчивается отображение, значит, фильма. И если еще раз нажать на стрелку, то происходит выход полностью из виджета. Ну, сейчас давайте посмотрим, что это вообще за сайт HD Киномир. Ну, и дальше будет видно. Вот, значит, сам сайт HD Киномир. То есть вы видите, здесь очень много фильмов, все они разбиты по жанрам, по актерам, по годам выхода, значит, фильмов. Есть подборки определенные, есть фильмы, которые получили Оскар, сериалы. То есть все, пожалуйста, любой каприз. Любой каприз. И, значит, вот, к примеру, комедии. Видите, все, все шикарно разложено по полочкам. Только бери, открывай и смотри. Так, значит, что здесь есть? Поддержка, в которой все рассказывается. Значит, здесь у вас проблемы с отображением плеера. Это я вам говорю, что, я так думаю, что виджет этот довольно-таки скоро появится. И что, если кто-то еще не видел этого сайта, они успеют убедиться, что сайт хороший. Фильмов очень много, на любой вкус. И потом, как выйдет виджет, значит, его установят на свой телевизор. Убедительная просьба не засыпать меня вопросами, когда выйдет виджет, значит, сколько его еще ждать. Значит, вот есть на сайте контакты. Здесь есть, как можно написать админом. Значит, вот написано hdkinomirsobako.gmail.com Я думаю, что пишите им. Они заинтересованы в увеличении посещаемости своего сайта. Пишите, узнавайте. Возможно, они вам ответят. Возможно, они готовили такой сюрприз. Не знаю. Этого я вам сказать не могу. Но я думаю, что они ответят приблизительные сроки. Потому что все равно, я понимаю, им необходимо тестировать данный виджет. Пожалуйста, вот есть вход, регистрация. Регистрируйтесь на сайте. Это не реклама. Это просто, значит, информация с целью, чтобы сказать, чего можно ожидать, каких сторонних виджетов можно ожидать в ближайшее время. И я думаю, что как только появится этот виджет, появятся и другие. Потому что, насколько можно судить по информации в интернете, это как бы группа сайтов. Они все примерно похожи. То есть, ну, будем надеяться, что в скором времени у нас появится еще не один, не два, а, возможно, побольше сторонних виджетов, которые мы сможем устанавливать на наши телевизоры с операционной системой Tizen. На этом на сегодня все. Заходите, подписывайтесь, приглашайте друзей и знакомых. До свидания.